Я сюда приехал как ваш сподвижник, как гражданин, как человек, второго, кстати, тоже пятеро детей. Я приехал для того, чтобы высказать вам свою боль, и я это сделал очень коротко. Мы стоим и наблюдаем за вами, дорогие наши русские православные братья. Что вы творите с собой? Куда вы ели то громадное наследие, то духовное богатство, где, по каким дорогам и тропам вы растеряли его? В то время, когда мы, благодаря этому богатству, благодаря его свету, благодаря его надежности, шли за вами и идем сегодня под великим знаменем огромной многонациональной державы. Мы ведь любили и любим вас за то, что вы любите Бога. А раз вы любите Бога, значит вы любите семью, значит вы любите чад своих. Как можно без вселенского возмущения вообще воспринимать что-либо, что идет оттуда? Ведь все, что шло оттуда, всегда принималось с нами в штыки. Помните эти униарские законы, которые еще в 14-15-16 веках сюда тащили католики? Ну, мы вас любили за то, что вы боролись за своего Бога, за то, что вы проливали реки, океаны крови для того, чтобы ваши кресты сияли над великой Россией. Потому что мы вас считали не просто народа образующей нацией, мы вас считали великим верующим. И сейчас продолжаем считать великим верующим народом. Я вынесу отсюда два чувства боли и надежды. Надежды, потому что смотря на ваши лица, на то, как вы обладаете своим оратором, что есть еще надежда на Руси. Что нам еще будет гордо вставать на высочайшие кедесталы почета, на любых аренах спортивных, культурных, политических, каких угодно, будучи мусульманами, чеченцами, кабардинцами, дагестанцами, якутами, калмыками, говорить «я россиянин», потому что каждый из нас за своими плечами, за своей спиной будет чувствовать братское, родное ткань нашего дорогого русского брата. Потому что мы будем считать себя частью этой великой матрицы, этого великого духовного пространства. Неужели так быстро забыли вы вопли своих старцев, своих подвижников, которые объединяли эту страну, которые канули там в казематом, после того, как ваш патриарх Тихон вернул вам это патриаршество? Неужели мало было крови, которой окроплена эта великая земля, для того, чтобы какой-то вильзиву своими законами, своей гибкостью, своей лживостью, коварством своим, чтобы он лег сюда своим этим красноречием, в наши античеловеческие, антисемейные, антитрадиционные, антирелигиозные, богоборческие законы, которые сегодня мы совершенно спокойно читаем, декларируем, как будто бы все нормально, как будто бы мы с вами сегодня говорим, я не знаю, о том, сколько мяса положено, так сказать, человеку, который придерживается диеты. Это государствообразующий вопрос, это архиважный вопрос, если мы допустим свои сердца, этого дьявола, этого лукавого, который буквально рвет нас на части, как Чеченскую республику, мы с вами погибнем. Мне приходится уже несколько лет оправдываться. Сначала я оправдывался, потом я пошел в бой. Оправдываться не надо. Сколько можно говорить о ней для того, чтобы Чеченская республика во главе со своим лидером не давала этих полезных импульсов русскому человеку? Они обвиняют нас во всех грехах. Они говорят, что у нас там в подвалах на дыбах мучаются представители нетрадиционных сексуальных ориентаций. Они говорят, что мы в 15 веке, они говорят, что мы ретро-грады, они говорят, что мы дикие средневековые инквизиторы. А мы говорим прочь от Чеченской республики и от России. Прочь от чеченцев и от наших русских братьев. Вот что мы говорим. Но мы хотим чувствовать это дыхание, о котором я с вами говорил только что. Мы своим детям рассказываем о ваших великих старцах и священниках. Мы рассказываем им о ваших великих воинах. Мы рассказываем им о ваших великих писателях, поэтах, философах, которые все воспевали семью, воспевали великую русскую женщину, кустодиевскую женщину. Вы создатели томостроя рукой великого попа Сильвестра. Как быстро, как быстро, неужели так быстро, я уже с надеждой это говорю, мы растеряли эти жемчужины по пути к так называемому прогрессу. Я очень надеюсь, что это не так, потому что мусульмане смотрят на вас. Мусульмане мира, не только 30 миллионов российских мусульман. Мусульмане мира смотрят на вас, как на настоящих мужчин, способных жениться, жениться, уважать свою жену, своих детей, содержать свои семьи и защищать свою страну. Потому что исламский мир в этом страшном противостоянии с либеральным сатаной, единственным своим союзником видит православие. А значит, вас, дорогие мои русские братья. Я очень надеюсь, что мои слова дойдут до сердца каждого из вас. Слава России!